То бьющее по глазам солнце, то сильная метель. Природа не устает преподносить людям сюрпризы. Но кое-что остается неизменным. Сильные морозы и основательно утеплившиеся шарфами, перчатками и шапками прохожие. Синоптики прогнозируют, морозы продержатся как минимум до середины следующей недели. Начиная с 28 января и до конца января и первых чисел февраля, температура воздуха ночью понизится до 18-23 мороза, а днем до 10-15 мороза. Относительная влажность в воздухе будет где-то в пределах 75-80%. И при такой достаточно низкой температуре воздуха можно получить обморожение. Поэтому к своему здоровью и к организму нужно относиться очень серьезно. То же советуют и врачи. Если уж вышли на холодную улицу, то шерстяная теплоизоляция может не спасти. Надо еще и двигаться. Пританцовывая на остановке в ожидании маршрутки или трамвая, вы сможете избежать переохлаждения. Что на морозе лучше не касаться металла и уж подавно не стоит его лизать. С детства знает каждый. Но быть осторожнее следует и с украшениями. Если и не снимать кольца и серьги, то хотя бы прикрыть их перчатками или шапкой. Отдельная проблема – гололед. Что упадет мягче и с меньшими последствиями для себя? Мяч или стул? Ответ очевиден. Поэтому специалисты советуют при падении сгладить все острые углы и стать максимально круглым. Ни в коем случае не падать на локти или колени. А чтобы максимально избежать травм, лучше наклеить на подошву обуви немного песка. Тогда вероятность падения сводится к минимуму. Если же вам все-таки удалось без приключений добраться домой по Арктической Одессе, продрогшему организму потребуется реабилитация. Ни в коем случае не стоит погружать руки или ноги в горячую воду. Лучше в воду комнатной температуры. Не спешите забрасывать в шкаф и теплый шар. Он вам еще пригодится. Мягкой шерстяной тканью провести массаж. Массаж той части тела, которая подверглась обморожению. Массаж можно выполнять и с профилактической целью, пребывая на морозе. То есть периодически себе потерли уши, потерли нос. Оказавшись в тепле, кто-то выпьет горячего чая. Кто-то выберет напиток покрепче. Золотая середина. Горячий игрок или глинтвейн. Первые рецепты вообще пошли из Древнего Рима. Но тогда в то время смешивали вино со специями, но его не подогревали. Сейчас оно со временем перешло все на другой уровень. В большинстве своем употребляется в Альпах и на горнолыжных курортах, для того, чтобы люди согревались и не замерзали. Глинтвейн можно готовить по-разному. Но классика – это сухое вино, мед и приправы. Мы берем лимон, берем мед. На такую емкость достаточно будет, максимум полторы ложечки. Немножечко мускатного ореха. Достаточно вот на кончике ложки. Столько же корицы и несколько веточек в воздики. Затем добавляем яблоко и заливаем вином. Его, кстати, кипятить не нужно. Достаточно довести до 70 градусов. Когда нагревается вино, на нем не должна появиться белая пена. То есть оно должно быть довольно-таки горячим, но не должно быть белой пены. Как только появилась белая пена, это первый признак того, что уже подход к концу. Ну, еще не поздно, но уже на подходе. Итак, приятного вам согревания. Но увлекаться алкоголем не стоит. Впрочем, как и диетами. В мороз лучше отказаться от салата в пользу мяса и первых блюд. Организму понадобится много калорий. Берегите себя и одевайтесь потеплее. Владимир Полуев, Давид Подун, Александр Кремлев, телекомпания АТВ.